Всем привет! Сегодняшний выпуск мы начнем практически в стиле английского детектива. Мисс Марпл и Пуаро не позовем, но несколько загадок решить попробуем. Правда ли, что всегда убийца это садовник? Какой детектив считать настоящим? И самое главное, какое отношение ко всему этому имеет Бенедикт Камбербэтч? Начнем мы с большого подарка, который подготовил для своих зрителей кино-ТВ. Весь февраль на телеканале пройдет под эгидой сериала «Шерлок». Так что, если вам нравятся детективные жанры и качественное кино, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Один из самых рейтинговых сериалов последнего десятилетия про врача. Герой желает снять в Лондоне недорогое жилье, а вместо этого ввязывается в круговорот самых неожиданных тайн и головоломок. В новом прочтении всемирно известного детектива доктор Ватсон не сразу въезжает в скорость мысли Шерлока, но стойко переносит его колкий юмор, всегда приходит на помощь, а в перерыве успевает вести блог. Шерлок двухтысячных хоть и ловит преступников с новыми девайсами наперевес, но дух классики в себе бережет. Преступление становится изощреннее, но разгадка не скроется от взора дотошного сыщика. Все сезоны полюбившегося сериала, включая последний, смотрите в феврале на КиноТВ. Сперва поработаем плятью. От детектива английского к детективу настоящему. Телеканал HBO радует своих зрителей завидной регулярностью. Давайте поддержим зарубежных коллег и посмотрим обзор одного из лучших сериалов последних лет — настоящий детектив. Несколько лет назад на экраны вышел сериал, после которого прежний мир рухнул. Во-первых, блистательная игра Мэтью МакКонахи, в глазах которого вся мировая скорбь. Во-вторых, хитросплетенная и временами мистическая история сценариста Пиццелата, вложившего в свое детище не просто весь талант, но и большую часть души. В настоящем детективе Мэтью МакКонахи много рефлексирует и на наших с вами глазах воспаряет подобно Фениксу. Именно с этой роли считается перезапуск его актерской карьеры, после которого, как мы знаем, случился Оскар — вершина профессионального признания. Красивые виды Луизианы, неспешное движение камеры режиссера Кэрри Фукунаги и покорившая мир история, в которой два напарника встречаются с людским злом и находят способ одержать победу. Словно напоминая старую истину, что одна голова хорошо, а две лучше. Если вы любите не только читать чужие биографии, но и смотреть их, предлагаем вашему вниманию фильм «Играв имитацию». Это история про одаренного математика и дешифровщика Алана Тьюринга. Во время Второй мировой войны Тьюринг совершил, казалось, невозможное — ему удалось взломать сверхсложный код Энигма. Жизнь главного героя складывалась непросто. Испытав и восхваление, и гонение со стороны властей, Тьюринг навсегда вошел в историю как человек, изменивший ее ход. Важная роль Бенедикта Камбербетча, принесшая ему первую номинацию на «Оскар» и показавшая, что на голливудском небосклоне зажглась новая, очень яркая звезда. Разгадав множество головоломок и переслушав старые альбомы группы Энигма, предлагаю отвлечься и встряхнуть себя зубодробящим продолжением фильма 2012 года «Джек Ричард 2. Никогда не возвращайся». И, несмотря на название, герой Тома Круза возвращается на большие экраны всего мира. На сей раз экшена будет больше, история получится запутанней, а зрителей ждет то самое волнительное переживание, ради которого братья Люмьер когда-то все это затевали. Бывший военный Джек Ричард отправляется на сей раз в Вашингтон, где намеревается встретиться со старой знакомой, а вместо этого втягивается в опасную игру сильных мира сего. Том Круз, которому уже 50, в подобных ролях чувствует себя уверенно, а выглядит убедительно. И если верить кассовым сборам, велика вероятность нового возвращения полюбившегося героя. Оформляйте и в тюрьму его. В общем, последний месяц зимы проводим стойкой и в компании самых умных. А на сегодня у нас все. Помните, что к себе нужно относиться с заботой. Показывайте себе хорошее кино, смотрите хорошие сериалы вместе с Дом.ру. и не забывайте про наш YouTube-канал. До новых встреч, пока!